Книги должны быть свободны. Таков девиз буккроссинга Международного движения за освобождение книг из читательского плена. Идеологи американского течения считают, что прочитав книгу, человек не должен ее задерживать. Он обязан передавать ее в руки следующего читателя, получая другое издание взамен. Так будет осуществляться книговорот в обществе. Сегодня в Иванове открылись несколько точек буккроссинга. Обменять книги жители города могут в библиотеке Горелина, общественный приемный, в ИГХТУ и налоговой службе. За две недели до намеченной презентации мы уже открыли одну точку для того, чтобы посмотреть, во что это вылезло. Потому что боязнь, что будут брать книги, а взамен не приносить у нас была. Но, как показала практика, она совершенно, эта боязнь не оправдалась. Эта точка была открыта в Координационном методическом центре. Книги разошлись, и читатели, мамы, бабушки, детишки приносят свои комплекты. То есть, вот спустя неделю, вот эта посылка полностью обновилась. Я привела две группы своих студентов для того, чтобы они на самом деле увидели, что это такое. Буккроссинг дает возможность и почистить свои домашние библиотеки, и сделать так, чтобы эти книги почитали другие. Я считаю, что это очень здорово. Во всем мире давным-давно существует буккроссинг, а в России он с 2004 года начал шагать по стране. Я предпочитаю читать фантастику, и у меня, я думаю, слишком много накопилось. Мне как бы немного надоело, и я решила на что-то другое поменять. Ну, например, роман почитать. Буккроссинг называют городской игрой 21 века. Как в популярных квестах, здесь люди охотятся за желанной книгой и получают ее. А еще спасают издание от забвения. Ведь книга живет, только пока ее читают. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.